В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зыганшина. Над Дубовой рощей в Кировском районе Самары снова сгущаются тучи. Небольшой участок земли Минстрой передал в собственность коммерсантам еще четыре года назад, но построить торговый центру здесь не удалось. Жители категорически против вырубки вековых деревьев. Их позицию поддерживают и городские власти. Битву за небольшой участок земли жители Кировского района ведут уже четыре года. В 2010 областной Минстрой передал этот участок коммерческой организации. Предприниматели не раз пытались начать здесь строительство, огораживали зеленую зону высоким металлическим забором. Но на защиту вековых дубов стали местные жители. Люди собирались на митинги, перегораживали путь техники и требовали прекратить стройку. Каждую субботу мы выходили, потому что забор они вот вплоть даже на ту территорию, которая им в общем-то и не принадлежит, вот то есть, которую даже они не арендовали, они вот так вот его сделали. Но так документов у них всех не оказалось нужных, забор убрали. Строительство предприниматели пытались начать, несмотря на то, что муниципалитет разрешения не выдавал. Минстрой совместно с городской администрацией пытались разорвать договор через суд. Но суды всех инстанций встали на сторону арендатора, и участок остается в его распоряжении. Хотелось бы вот узнать, вот допустим, суды, наши суды, наши российские суды, арбитражные суды, какие интересы они защищают, чьи интересы они защищают? Одного человека, одной компании, богатой компании, одного, которых, тем более краснодарского, одного человека, который будет здесь зарабатывать деньги, или мнение вот тысячи, десятки тысяч человек, которые здесь живут. Дубовые рощи для жителей района – единственный зеленый островок в каменных джунглях. Люди сами благоустраивают и убирают эту территорию, гуляют здесь с детьми. Говорят, даже в годы войны, когда не хватало дров, ни у кого рука не поднялась пилить здесь деревья. Почему же сейчас нужно уничтожать это наследие? У нас это единственная парковая зона в нашем микрорайоне. То есть действительно выйти нам некуда. Здесь столько детишек вот на этой лужайке сделали свои первые шаги. Вот на этот маленький микрорайон у нас есть четыре гиганта, торговые гиганты. Мы не обделены, да. Торговыми гигантами мы не обделены. И еще один торговый гигант нам просто не нужен. Мнение жителей поддерживают и городские власти. Глава администрации Самары Олег Фурсов считает, зеленую зону нужно спасти во что бы то ни стало. Все мы хотим жить в цивилизованном обществе, иметь цивилизованные отношения. И когда коммерческие структуры с завидным упорством пытаются настаивать на том, чтобы вырезать вот такие прекрасные деревья, мне это непонятно. Но то, что эти интересы против города и против жителей, которые здесь проживают, это очевидно. Поэтому я думаю, что руководству магазина «Магнит» нужно очень крепко подумать на том, стоит ли вообще идти против воли жителей города, против мнения и мнения городской администрации интересов коренного населения и наставить на том, чтобы вот срубать эти прекрасные деревья. Я полагаю, что это решение должно быть пересмотрено. Глава администрации поручил правовому департаменту и департаменту строительства и архитектуры еще раз проанализировать ситуацию. Муниципалитет может пойти на уступки коммерсантам, предоставить им другой участок для размещения магазина. Встречу с предпринимателями мэр проведет в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. Параллельно в Самаре подыскивают площадки для новых полигонов, на которые будут свозить снег с улиц. Сейчас власти города рассматривают четыре варианта. Об этом сообщается на сайте городского департамента благоустройства и экологии. А в твиттере муниципального предприятия благоустройства продолжают публиковать фотоотчет о том, как в городе расчищают от снега и льда тротуары и пешеходные переходы. В понедельник приводили в порядок лестничный спуск на улице Гагарина, пешеходные переходы на Авроре, аэродромные тротуары по канатному переулку. Усложняет работу коммунальщикам морозы. Снег, который не успели убрать еще в оттепель, теперь замерз и превратился в лед. В управляющих компаниях особо не торопятся. Видимо, рассчитывают на то, что само растает. Но не тут-то было. Синоптики прогнозируют, морозы сохранятся как минимум до конца недели. А пока марианы мирны о том, как горожане справляются с трудностями перехода. Не успели победить снег, как новая напасть – гололед. После нескольких недель оттепели, сказались морозы. По всему городу протянулись ледовые дорожки, по которым людям приходится не ходить, а в буквальном смысле скользить на работу. В управляющих компаниях удивляются, как же так. Мы ведь каждый день отправляем по 30 дворников на один двор. У нас ежедневно посыпаем соленопечатной смесью. По необходимости нам привозят песочек. И мы сыпем ежедневно с утра, чтобы не было скользко. У нас вообще-то так везде асфальт. Но где необходимо, на дороге, там где наледи, мы везде посыпаем. Большинство пешеходных зон и улиц Самары, конечно, посыпаны песко-соляной смесью, и лед с них сколот. Но все же еще остались такие, скажем, остановки общественного транспорта, с которых до работы можно добраться разве что на коньках. Волшебная сила телевидения – фраза не пустая. В этом мы смогли убедиться уже буквально через 10 минут после начала съемок этого сюжета. На остановку, где работала наша съемочная группа, кооперативно прибыли аж четверо дворников с лопатами. А нас направили сюда, чтобы вот набивать, почистить остановку. Вот и все. Ну, то есть буквально, да, там несколько минут назад вам на Ниле сказали сюда ехать? Да, да, да. Одной проблемой, то бишь ледовой дорожкой, меньше радуются самарцы. Но радоваться рано. В городе еще множество мест, где можно не только проехаться на коньках, но даже получить тяжелые травмы. Тротуар, сквозь него съезды, он вроде ничейный, между машинами, так перехода нету никакой. Пробегал, поскользнул, с ноги сломал. Ну, на остановках бывает на тротуарах немножко, в некоторых местах. В Маломосковской вот улице. Ну, во дворах, около подъездах тоже не всех. Молодой вроде так, мудряюсь. А стариков, конечно, жалко, педалаги падают. В ожидании коммунального блага в лице дворников приходится решать проблему гололеда собственными силами. Можно приклеить пластырь на подошвы или натереть обувь воском. Только вот народные методы помогают ненадолго. Но, как говорится, инновации нам в помощь. В аптеках можно приобрести специальные резиновые ледоходы. Фармацевты говорят, наибольшей популярностью они пользуются у пожилых людей. Это съемные резиновые подошвы с стальными шипами. Для ходьбы в гололед. Очень удобное приспособление. Особенно для пожилых людей, пенсионеров. Люди не скользят, чувствуют себя уверены при ходьбе. Недорогие. Увидев положительную реакцию коммунальщиков на наш приезд, мы решили не останавливаться на достигнутом. И уже в ближайшее время проверим своими коньками лед на прочность на других несанкционированных катках Самары. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков, Павел Пресняков. События. Ну что ж, если вы тоже готовы надеть коньки, чтобы добраться на работу или в магазин, сообщайте в нашу редакцию. Марьяна Мирна обязательно придет на помощь. Ну а свой маршрут на завтра она уже наметила. Так что ждите ее на улицу города. Еще одно необычное явление сегодня можно наблюдать в Самаре. Оно не ускользнуло от зоркого глаза наших телезрителей. Оказывается, чтобы увидеть сталактиты и сталагмиты, не обязательно ехать куда-то далеко на экскурсию. На пересечении улиц Гагарина и Революционной выросли вертикальные ледяные глыбы. И к другим темам. Свой 91-й день рождения отмечает председатель общественной организации ветеранов войны и дальневосточников Нина Крутовская. Несмотря на солидный возраст, женщина ведет активный образ жизни, участвует в ветеранском движении, работает со школьниками, пишет книги. 21 июня 1941 года запомнился Нине Крутовской счастливым и солнечным днем. Выпускной вечер, танцы, мечты о будущем. На следующий день ребята договорились встретиться в парке, покататься на лодках. Еще не было 11, я собираюсь, бежит ко мне сестра старшая. Нина, Нина, война! Мы скорее к репродукторам. И Молотов объявляет, что фашисты, Германия напала без объявления войны на нашу родину. И мы вместо парка все побежали в школу. А из школы в военкоматы. Все хотели попасть на фронт. Нина была самой младшей в классе. Ей едва исполнилось 17. А потому вместо фронта ее отправили на курсы медсестер. Жила она тогда с родителями и братьями-сестрами в Подмосковье. Когда немец подошел к столице, началась эвакуация из заводов. Отец сказал, Нину надо спасать. Девушку вместе с эвакуированными с текстильного завода отправили в Куйбышев. Голод, холод. Ну что она меня отправила? Даже семьи эвакуировались. Они брали и примусы, все эти сковородки, кастрюли. А меня только вилка, ложка и все. Все, что лучшее было в доме, вроде надо спасти. Я там голодала. Ну, я здоровая, спортсменка была. Выдадут, как служащие, 400 грамм хлеба черного. Я сразу съедала. Мне все. Я поэтому говорю, я все равно убегу. Я вещи меняла на хлеб, на картошку. Девушку вернули в Москву. А оттуда на фронт. Медсестрой. Калининский фронт, Курская дуга. За девичьими хрупкими плечами вся хроника войны. Везде были бои, везде была кровь. Мы, девчата, это, наверное, выдержали. Наших медиков тоже очень много погибло. Из-за молодости, из-за патриотизма. И у нас такая была вера. Особенно, когда мы уже стали освобождать нашу территорию. С победой в Великой Отечественной для Нины Алексеевны война не закончилась. Вместе с соотечественниками она стояла на защите дальневосточных рубежей Советского Союза. Вот, например, порт Артур. А по-китайски Люишунь. И в некоторых изданиях не указывают, что это порт Артур. А говорят, что это Люишунь. Да что это за порт Артур? Вот. И другой порт. Далянь. Это китайская. По-нашему дальней. Уникальная карта с названиями на двух языках висит в Музее боевой славы участников войны с Японией 1945 года. Единственный в стране музей, посвященный этим событиям, организовала Нина Крутовская. Она же возглавляет общественную организацию ветеранов войны дальневосточников. Для школьников проводит уроки мужества. Еще и книги писать успевает. Уже вышло шесть книг из серии «Дальневосточный финал». Пример бодрости и боевого духа Нина Крутовская отмечает свой 91-й день рождения. С праздником женщину поздравил председатель Гордумы Александр Фетисов. Почетная грамота от нашего любимого города. Знак признания вашего вклада в патриотическое воспитание, как нашу участницу Великой Отечественной войны. Мы наградили вас за заслуги перед городским сообществом, которые у вас там, безусловно, неизмеримы. После официальной части с подарками и цветами именинница за чашкой чая рассказала о своей жизни и судьбе, о том, как стала общественницей и какие планы наметила на будущее. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. В областной столице порядка 10 тысяч человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые нуждаются в социальной опеке. Благотворительный фонд «Перспектива» получил президентский грант на помощь социально незащищенных граждан. Как будут осваивать полученные деньги, расскажет Валерия Квасневская. Хорошо ложка к обеду, а горячая пища в морозы. Жители Самары, находящиеся в трудной жизненной ситуации в ближайшие месяцы, могут не заботиться о хлебе насущном. Теперь этим займется благотворительный фонд «Перспектива». Организация выиграла грант на проведение бесплатных обедов для социально незащищенных граждан, неимущих бездомных и попавших в трудную жизненную ситуацию. Парень один делился с нами, и он говорил, вы даже не представляете, сколько для меня иногда значило ваша поддержка этого горячего питания, горячего супа, помогало это выживать. Но основная задача, конечно, не просто накормить, а основная задача помочь этим людям каким-то образом выбраться из той ситуации, из того положения, в котором они оказались на сегодняшний день. Горячее питание, первое, второе и чай. Организовывают ежедневно, семь дней в неделю, в разных районах города. Еду раздают из термобидонов прямо на улице. О том, где можно пообедать на этот раз, во дворах и подъездах, рассказывают руководители ТОСов. Сами скитальцы говорят, для них это не просто еда. Главное – уверенность, что твоя судьба кому-то не безразлична. Я благодарна людям, которые приходят и готовят это питание. То, что таких людей, как я, извиняюсь, очень много. В магазины ходим, где-то подрабатываем, что-то вот дают, люди помогают. Одеждой, едой. Сегодня в Самаре около 10 тысяч человек, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной опеке. На их питание благотворительный фонд получил 2,5 миллиона. Сумма рассчитана на 9 месяцев. Но пока на благотворительные обеды приходят не более 10 человек в день. Валерия Квасневская, Дмитрий Мешканцов. События. Своим теплом горожане смогут поделиться и с жителями других регионов. Областная столица присоединилась к общероссийской акции «Олимпийские перемены». На улице Ленинградская специалисты устанавливают аппарат передачи тепла. Чтобы умная печка заработала, нужно пробежать 30 секунд на специальной платформе. После чего выработанную энергию можно отправить в любой из городов участников акции. А можно и самому согреться, получив тепло напрямую из другого города. Это действительно дает некий импульс людям почувствовать себя и физически лучше, и спровоцироваться на то, что заняться спортом. И как-то это объединяет. Благодаря технологиям это объединяет целых 10 городов. Аппараты разработали инженеры Московского креативного клуба при Олимпийском комитете. Пока своеобразные печки работают в тестовом режиме. Их официальное открытие намечено на 29 января. Оборудование проработает до начала марта. Поделиться своим теплом смогут все желающие. Согреться можно будет и 1 февраля, в день старта в Самаре лыжного марафона. Его организуют в честь самого титулованного лыжника Самарской области, чемпиона Европы и мира Анатолия Иванова. Трасса расположена в окрестностях Сокольих гор. В программе две основные дистанции. 50 километров пробегут мужчины и 30 – женщины. Старт марафона будет дан на базе «Чайка». Заявки на участие принимают до 31 января. Те жители, кто у нас готов принять в нем участие, мы всегда рады видеть. Пожалуйста, приходите, заявляйтесь. С четверга у нас работает мандатная комиссия на спортивном центре «Чайка». И любой желающий может прийти и заявиться. А вот заявки на участие в хоккейном турнире «Золотая шайба» уже приняты. Впервые за много лет желание принять в нем участие изъявили почти 70 команд со всех уголков губерния. В соревнованиях принимают участие ребята от 10 до 15 лет. В этот раз на ледовой площадке встретились команды Октябрьского и Железнодорожного районов Самары. Игроки обмениваются приветствиями. Но с самого начала игры понятно, сдаваться без боя никто не намерен. Даниилу Кичаеву 10, на коньках только полтора года, но за это время успел забить не одну шайбу в ворота соперников. Играет вместе с одноклассниками. Уверен, что хоккей – спорт для настоящих мужчин и для настоящей команды. Я планирую дальше заниматься хоккеем, в молодежку попасть. Сегодня хорошее настроение, настрой хороший. Мы и сосредоточились на победу. Турнир «Золотая шайба» проходит в городе уже более полувека. И в этом году он собрал рекордное количество команд – 69 из более чем 30 городов и районов области. Соревнования пройдут в трех возрастных категориях. Хоккей – это игра коллективная. И ребята сплачиваются во время этой игры. Эта игра учит и прививает не только какие-то спортивные качества, не только физические кондиции. Она учит быть ответственным и отвечать за свою команду, за свою школу, за свой район, за свой город. А с этого и начинается патриотизм. Патриотизмом и сплоченной игрой в этом году обещают порадовать не только суровые и целеустремленные мальчишки, но и хрупкие девочки – команда из Красноярского района. С каждым годом, отмечают в городском департаменте физкультуры и спорта, желающих заняться футболом или хоккеем в городе все больше. Но для этого ребят постоянно нужно стимулировать. Мы ежегодно приобретаем спортивную форму для команд участников, экипировку, оборудование. Поэтому мы стараемся создать для них условия и определенный стимул, для того, чтобы они занимались, для того, чтобы им было интересно. Областной турнир «Золотая шайба» продлится до конца февраля. Победители соревнований в Самаре выйдут на лед против лидеров среди команд других городов области, а затем и Приволжского федерального округа. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. И у меня на этом пока все. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал «Самарагис» на экранах смартфонов и планшетов. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагис». Цены на лекарства в 2014 году выросли на 12,7%, а в последние полтора месяца рост доходил до 20%. Это подсчитали аналитики DSM Group. Зафиксированный рост цен на лекарства максимальный с момента введения ценового регулирования на часть ассортимента в 2010 году. Предыдущий рекорд был в кризисные 2008-2009 годы, когда цены на лекарства выросли в среднем на 14,16,2% соответственно. Это также вышеофициальной инфляции, установленной Росстатом. Основной причиной всплеска цен на лекарства стало резкое падение курса рубля. Тем не менее, ценами на лекарства заинтересовалась прокуратура, которая начинает массовые проверки в Москве и Московской области, а там, глядишь, и до регионов дойдет. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что 20% граждан страны могут остаться без пенсий, так как за них никто не платит взносы в пенсионный фонд. По его мнению, если бы работодатели платили за всех работников, то у нынешних пенсионеров была бы более высокая пенсия. Но насчет более высокой пенсии этот гражданин Топилин загнул. Тут от государства много чего зависит. Российский фондовый рынок открылся негативно. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1644 пункта. Среди лидеров падение – Преф и Мичелло, акции Башнефти, РДР Русала, Преф и Сургутнефтегаза, акции Распадской, Россетей и НЛМК. Лидеры роста – Яндекс, Алроса и Солерс. Внешний фонд к открытию торгов в России сложился умеренно негативный. Американские площадки завершили торги пятницы снижением. Нефть постепенно снижается на фоне решения Саудовской Аравии не снижать объем добычи. На выборах в Греции победила коалиция радикальных левых сил Сириза, выступающая против мер жесткой экономии. Этот фактор может спровоцировать коррекцию на биржах Старого Света, а заодно и проблемы в еврозоне. Курс доллара на 26 января – 63 рубля 39 копеек. Курс евро – 71 рубля 90 копеек. Золото стоит 2636 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 85 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 47 долларов 97 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Баскетболисты «Красных крыльев» сыграли с Волгоградским «Красным октябрем». Волейболисты «Новы» в Новокуйбышске провели второй матч с «Искрой». Нападающий «Ладой» Денис Гурьянов не будет выступать в Кубке вызова. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. 25 января баскетболисты «Красных крыльев» сыграли с Волгоградским «Красным октябрем». Первую четверть самарцы выиграли с небольшим перевесом 23-17. Семь очков на счету Виталия Зуева. За три минуты до конца второй десятиминутки волгоградцы смогли сравнять счет, а итог периода 42-39 в пользу «Крыльев». Начало третьего периода принесло самарцам шесть очков, и тренер «Октября» взял тайм-аут, после которого Волгоград забросил трехочковый. В конце четверти разница в счете вновь стала минимальной, но на перерыв самарцы ушли с преимуществом. Четвертый период оказался самым нервным, поскольку «Крылья» играли с минимальным преимуществом. И все же победа «Красных крыльев» со счетом 73-66. Нападающий «Лады» и «Ладьи» Денис Гурьянов не сможет принять участие в предстоящем матче «Кубка вызова». Оказывается, Гурьянов вызван на сборы юниорской сборной России для подготовки к турниру пяти наций, который пройдет в Чехии с 5 по 8 февраля. Вместо него на матч звезд молодежной хоккейной лиги, который состоится 31 января в Череповце, отправится игрок «Ладьи» Егор Бабенко. Впервые в Самаре состоится этап «Кубка мира по боксу» между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнования состоится 6 февраля в 18.00 в спорткомплексе «Грация» по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 килограмм будет защищать наш земляк, мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске в Сдюшор. Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив». Субтитры создавал DimaTorzok